ростов великий озеро неро последние недели апреля 2019 года прогулялся по ростову сегодня приехал второй раз прогулялся дошел до монастыря стою вспоминаю как зовут не помню надо потом посмотреть и подписать видео отличнейший день сегодня просто солнышко вы в этот день противопоказано сидеть дома и вот я выехал второй раз в этом месяце в ростов великий прогулялся поснимал дошел до монастыря стою кушаю финики чего и вам желаю всегда беру с собой окраина ростова интересно стою такой и приходит мне в голову разные идеи монастырь естественно строились капитально настолько стоит задача чтобы отражать нападение вот стеночки сделано например действительно для отражения нападения и косые бойницы атики верхние в ряд стоят чтобы видимо простреливать как бы дальние подступы если будет как бы нападать со стороны воды косые бойницы ну естественно нападающих непосредственно под стенами но интересно то для меня что башни вот я обошел угол три башни смотрю они абсолютно не приспособлены для обороны то есть либо они переделаны скорее всего изначально были сделаны сделаны такие большие окна и атики внизу непонятно для чего сделано вообще башня в принципе несет гораздо больше оборонительная нагрузку во время отражения нападения чем стены тоже простреливаются из башни вдоль стены поэтому как бы необходимо это предусматривать а здесь нет ничего скорее всего если бы действительно монастырь строился с тем что придется когда-то что-то отражать то сделали бы кладку совершенно по-другому но до чего друзья интересно выложена с точки зрения вот как бы архитектуры умение работать с кирпичом несомненно тут есть на что посмотреть и чему удивиться вот интересное зрелище кирпич глиняный кирпич силикатный белый разрушается очень быстро и из него не делали раньше ничего его не было собственно так говоря вот раствор высыпается пожалуйста штукатурки нет поверху которая предотвращает воздействие влаги все штукатурка отвалилась никто ее не восстанавливает и начинает раствор потихоньку разрушаться интересно не заметит никто что разрушая памятника архитектуры нет я просто показал никаких других намерений нет и все никто не восстанавливает никому ничего не надо странно ну как обычно все как обычно там где штукатурка была недавно вот пожалуйста кирпич целый ровный и раствор на месте раствор интересно белого цвета из чего его делали только из песка судя по всему что он высыпается ну вот как я говорил то есть глиняные кирпичи глины имеет пластинчатую структуру на как бы макромасштабе поэтому кирпич глиняный красный очень долго будет разрушаться а силикатный он пожалуйста как цемент как штукатурка разваливаться очень быстро и тем быстрее чем больше периодов замерзания оттаяния первый древнейший период истории яковлевского монастыря охватывают почти три столетия от основания обители в конце 17 века до приписки к ростовскому архиерейскому дому в середине 17 а существование монастыря в течение этого времени известно немного поскольку старейшая часть монастырского архива не сохранилась яковлевский монастырь был основан в конце 14 века епископом иаковом который возглавлял ростовскую епархию с 1386 по 1389 год будучи изгнан с епископской кафедры ростовским князем и жителями города якобы за помилование ожидавшей казни преступницы епископ яков покинул паству и избрал местом своего пребывания западную окраину ростова после смерти епископа якова началось его местное почитание как святого его захоронение оберегалась как святыня в общее церковное прославление совершено макаревским собором 1549 года его мощи покоится под спутом церкви зачатия святой анны этики идут в ряд это стрельба как бы вперед и где-то уровне ордера с внутренней стороны стены стоял человек то есть буквально находясь там стреляли в прорезь под острым углом в сторону внешней стороны стены причем обратите внимание как бойницы вот под таким углом чуть-чуть чуть-чуть и будет параллельности очень острым углом и с стороны как бы внешне вот таким вот я стою в человека не попасть его вообще не видно вот в чем заковык это скорее всего основание усиливали гораздо позже потому что кирпич отличается кирпич в стене ровный в основании башен с торца идут прорези такие скорее всего это основание усиливали уже там в конце возможно там средний двадцатого например видел такие кирпичи раньше делали интересно капитальнейшую просто капитальнейшую не то что не то что сейчас не то что потомки на всем экономички построили там в два кирпича стенка она поползла через 20 лет опять ремонт давай тут заделывать все три четыре метра стена стоит пожалуйста 400 лет постояла просто это еще столько же ни вода ни солнышко ничего не берут ну конечно бесконечно это не может быть все равно материалы имеет свой предел их нужно восстанавливать и заменять тоже красоте какая красота просто диска были выходные ворот но ворота между прочим а в настоящих крепостях были гораздо меньше мало того что гораздо меньше уже 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 военные 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 когда начинался какой-то кипиш или нападение ворот просто заделывали их делали настолько узкими чтобы проходил только один человек заложить кирпичом просто раствором это можно за пару дней все ворота заложить вот и крепость становится практически не преступный слово забыл увидел неро 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 вот так даже поэтому лично для меня повторюсь удивительно только то что стоит это строение и очень это и ростовский кремль на самом берегу озера никакой основы здесь судя по всему нет до песка тут еще далеко хотя не стану сто процентов утверждать возможно раньше закапывались от нужно стенка идет и глубже в землю вот здесь органика здесь ил читал я книжку здесь купленную там написано про озеро что песка здесь нет ила очень большое как бы наслоение и скорее всего на нем же стоит и крепость крепость я сказал крепость все что вижу то пою монастырь да конечно хотя в чем разница по-моему ее нет со времени основания обители 14 веке до второй половины 17 века все постройки монастыря были исключительно деревянными ни одна из них не сохранилась до наших дней сохранилось несколько описей монастыря относящихся к середине 18 века деревянно рубленная ограда с воротами в каждой стене и ограда и ворота были крыты тесом главное святые ворота украшенную росписью находились с восточной стороны остальные трое ворот были въезжими причем рядом с каждым находилась небольшая входная калитка возле западной стены находились настоятельские покои деревянные с четырьмя комнатами и сенями лестница из которых вела в светелку с южной стороны находились каменные братские кельи в северо-восточном углу несколько деревянных келейных корпусов с восточной стороны располагались деревянные хозяйственные постройки амбар конюшня сарай два каменных погреба около святых ворот стояла хлебная палата с кухней в юго-восточном углу каменная поварня и пивоварня за восточной стеной ограды был расположен монастырский двор на котором стояли три избы за западной гостиный двор для богомольцев какие-то непонятные ну не знаю для стрельбы ли это либо это тут видим перекладывали стенку то вообще вот кстати еще элемент очень интересный знакомый всем наверное вот этот вот вот квадратики такие вот такие вот этот элемент вы видели несомненно друзья у гражданской архитектуры у домов обычных таким образом укрепляет углы здания угол здания и вот такими вот квадратами выкладывается называется квадровый руст и стены тоже также выкладываются в конце 18 века в спасо-яковольском монастыре расцвело искусство финифтины иконы возникновение этого промысла в ростове связано с именем митрополита арсения мацевича пригласившего в ростов иконописцев работавших в современных для того времени стилях для обновления старинных и написания новых икон среди них были мастера финифтины иконы финифть это изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка эмали на металлической подложки стекловидное покрытие является долговечным и не выцветает со временем изделия из финифти отличаются особой яркостью и чистотой красок эмаль приобретает нужный цвет после обжига с помощью добавок для которых используются соли металлов например добавки золота придают стеклу рубиновый цвет кобальта синий цвет а меди зеленый в начале центром финифтина промысла был ростовский архиерейский дом а после перевода архиерейского дома в упраздненный к тому времени ярославский спаса преображенский монастырь основным заказчиком финифтиных икон стал спаса яковлевский монастырь где их покупали на память о посещении монастыря богомольцы да обойду я чего уж тут все из кирпича современности сегодня бы поставили свои обшили вы все просто какими дсп и декор сделать под кирпича сэкономил сэкономили бы на всем через 10 начали бы сверху чуть высыпаться а тут нет пожалуйста колонны стоят армированы перекрытием чтобы не рассыпались балками стальными еще не ворота вход вот это вход был по ступенькам видно все из кирпича монолит вот этот из кирпича сколько кирпича интересно уходит чтобы сделать так вот монастырь рядом узел неров шикарно просто вот жили же предки пожалуйста помолился вышел рыбку половил ростов друзья напоминаю ростов великий всем рекомендую посетить интересный город интересно здесь стеночки продолжается зданием здание судя по всему построен позже а у сейчас узнаем что это такое вот вот и название постройки памятник архитектуры спаско-яковлевский монастырь основан в 14 веке вот так вот даже да на стеночку позже 14 веке еще не был кирпича существующая архитектурная цабль сложился в 17 19 веках а вот стены башни построены во второй половине 18 начале 19 веков лежит охране как лежит охране как все народное состояние ну и съемки значит подлежит тоже это тоже из кирпича сделала ай солнышко светит заснимется ли рожа кирпичом пойду внутрь зайду так экскурсии здесь даже экскурсии проводит кстати имейте ввиду друзья где когда чего непонятно а вот съемка съемка пожалуйста спасая ковлевский дмитриев монастырь что так сложно загадят потом в режиме стоп-кадр почитайте собаки мнение туксунг вот экскурсионная служба настырская трапеза изнутри конечно подделали хорошенько его так ну что ж я на не пойду ни на какие выставки а вот информацию которая проведена пожалуй заснимать а 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 Успевайте читать, я перелистываю. Субтитры создавал DimaTorzok Вау! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Снаружи попасть очень тяжело с разбросом тогдашних оружий. Здесь тоже дверка была, если выложена кирпичом, а зачем тогда выложена кирпичом, если не дверка? Ну вот, башенки интересно, что они не обоюдные, а все башни вынесены наружу, чтобы можно было стрелять вдоль стен, вдоль внешних сторон стены. Камеры стоят, меня снимают и я снимаю. Интересно. Кстати, друзья, знаете, как называется стиль, которым выложены вот эти вот арки? Вот есть арка полукруглая, где-где-где, вот она. Романовский стиль, так называемый. Он и появился вместе с ними. А вот этот стиль очень интересный, что он сохранился. Вот такой навершие, такое остроконечное. Это совершенно другой стиль. Кто знает, напишите. Так, ну что, заканчивается последний аккумулятор. Эх, а я еще за вражную улицу хотел поснимать. В общем, друзья, рекомендую посетить Дмитриевский монастырь. Спокойно здесь никто не гоняет, по пятам никто не ходит. Дверки, какие узкие дверки. В костроме, в торговых рядах, в гостином ряде, там двери наружу раза в три больше. Вот, а это практически самые настоящие, как сказать, крепостные двери. Здесь еще решетки ставили. Да и несколько решеток ставили, чтобы, если двери сломают, не пройти. А решетку разбить, я думаю, посложнее, чем деревянные двери. Тем более, если хорошее железо и нехорошая качественная ковка. А вот что-то я не планировал сюда зайти, а вот что-то зашел, заманило меня сюда. Интересно, с точки зрения архитектуры, конечно, колоссально. Я восхищен нашими предками и умением строить вот так. Смотрите, это все выложено вручную. Не то, что современные квадратные, какие-то натяжные архитектуры. Дома ровные, квадратные, никаких извешенств, ничего. Экономия на всем. Пожалуйста, никакой экономии. Шик, блеск, треск. Вот это восхищает, да. Вот в тех овалах, кстати, тоже должны были быть какие-то изображения. Да-да-да. Ну ладно, выхожу из эфира, чтобы закончившийся аккумулятор нас с вами не разлучил нежданно-негаданно. Садик, яблоники, насколько я вижу. Интересно. Там что-то про трапезное было написано. Что-то я ездил хотел. Надо сейчас до Ростова дойти обратно, покушать где-нибудь. Я сейчас в Леон зайду, кстати говоря, там ресторанчик, а там поем. Кому интересно, кто как бы в теме, приезжайте от Ростова недалеко, 10 минут 15 ходу. Я уже была на стену. Ну да, вот, кстати говоря, хорошо. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. имеет значение. Все, друзья, я закругляюсь в монастырь и сказать мне больше нечего, потому что я ничего о нем не знаю. Надо почитать обязательно. Изначально деревянная эта обитель с конца 17 столетия начинает одеваться в камень. Окончательно ее архитектурный ансамбль складывается к середине 19 века. В свое время это был самый известный из ростовских монастырей, благодаря почивавшему в нем мощам святого Дмитрия Ростовского. В 1928 году он был закрыт, а в 1991 возвращен русской православной церкви. Крестьянинова Никитина по старинным улицам Ростова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова